Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами разберем генетическую задачу, которая была в одном из вариантов ЕГЭ. Но, как я думаю, будет полезной и актуальной всем, кто изучает генетику. Тем более, данная задача включает в себя целых три темы по генетике. Это дегибридное скрещивание, анализирующее скрещивание, а также сцепленное наследование. Что ж, давайте приступать! Поехали! Итак, данная задача относится к С части. При скрещивании растения кукурузы с гладкими окрашенными семенами и растения с морщинистыми неокрашенными семенами все гибриды первого поколения имели гладкие окрашенные семена. От анализирующего скрещивания гибридов F1 получено 3800 растений с гладкими окрашенными семенами, 150 с морщинистыми окрашенными, 4010 с морщинистыми неокрашенными, 149 с гладкими неокрашенными. Определите генотипы родителей и потомства, полученного в результате первого и анализирующего скрещивания. Составьте схему решения задачи. Объясните формирование четырех фенотипических групп в анализирующем скрещивании. Итак, первым делом нам необходимо указать доминантные и рецессивные признаки. Я думаю, что вы догадались уже, что это дегибридное скрещивание, потому как у нас два признака. То есть это форма семян, гладкая и морщинистая, и цвет окрашенные семена или неокрашенные, да, у кукурузы. Итак, и посмотрите, доминантный или рецессивный признак мы сразу можем понять по первому предложению. Мы скрещиванием растения кукурузы гладкие окрашенные и морщинистые неокрашенные получаем все абсолютно гладкие окрашенные. Значит, ребята, гладкие окрашенные семена – это доминантный признак. То есть гладкий – это форма семян, доминантным признаком является. Почему я так решила? Потому что данный признак проявляется в поколении. Соответственно, это будет признак доминантный. Мы скрещиваем растения, которые абсолютно отличаются, да, по этим двум признакам, а получаем абсолютно все одинаковые. Значит, растения, которые мы получили, они будут иметь признаки доминантные, да, то есть те, которые проявляются. Итак, отметим доминантные и рецессивные признаки. Гладкие – это доминантные. Соответственно, морщинистые – будет рецессивный. Окрашенные получились в поколении F1. Значит, окрашенные – это доминантный признак. Соответственно, неокрашенные – рецессивный. Теперь сделаем первую часть из условия задачи. Нам необходимо сделать скрещивание гладких окрашенных семян и морщинистых неокрашенных. С условием, что мы должны получить гладкие окрашенные. Сделаем скрещивание. Помним, что в генетике есть специальные обозначения для родительских форм гомет – скрещивание женских и мужских особей. Итак, родительские формы обозначаются P – parents. Мы отметим, что это у нас будет наше первое скрещивание. Parents – женская особь. Так, мы скрещиваем растения гладкие окрашенные. Не имеет значения мужские – это особи, женские особи. Просто у нас одни организмы гладкие. Окрашенные – мы их скрещиваем с морщинистыми неокрашенными. Итак, если данные организмы, они образуют гометы. Так, и в F1, то есть в потомстве, мы должны получить организмы, которые по фенотипу, то есть внешне, имеют такие же признаки, как полностью, да, один из родителей. Соответственно, это гладкие, окрашенные. Если у нас один из родительских форм имеет рецессивные признаки, то мы точно знаем, что это будет гомозигота, потому что рецессивные признаки, то есть которые подавляются, так, они могут проявляться только если они в гомозиготе. Гомозигота – это когда у нас абсолютно одинаковые все буквы. Это дигомозигота. Ди, потому что две, ну, как бы, гомозиготы. Два признака, они гомозиготные, лицессивные. Хорошо. Гладкие, окрашенные. Какой будут иметь в данном случае генотип в F1? Понятно, что данный организм образует тип гомет, G – это гометы. Вот такой. Другого не дано. То есть вот это две хромосомы, вот это, то есть гомологичные хромосомы, да, вот эти признаки, они в разных, ну, либо в одной хромосоме, мы чуть позже это выясним. И, соответственно, по принципу чистоты гомет, в гомету может попадать только один из двух признаков. То есть в данном случае у нас вариантов нету, это А маленькая. И второй признак – это В маленькая. Значит, эти аллели, А маленькая и В маленькая, должны проявляться в F1. Отметим их. Хорошо. Что ж, тогда, если этот организм имеет доминантные признаки, то логично, что у него должны быть доминантные аллели. А большое, чтобы этот признак проявлялся, так? А большое и В большое. И мы с вами составили генотип организма с гладкими окрашенными семенами, который получился в F1. Соответственно, какой тип гомет должен давать данный организм, так, вот данный организм, для того, чтобы его потомки имели вот такие аллели. Конечно же, гометы должны быть А большое и В большое. То есть гомета должна содержать в себе оба доминантные признаки. Других вариантов быть не должно. Но, если бы у нас еще были гометы, то есть А большое и В маленькое, допустим, А маленькое, В большой, либо две А маленьких, да, А маленькое и В маленькое, то тогда у нас бы получалось разнообразие. У нас бы появлялись организмы с другими признаками. А так нам сказано, что четко у нас единообразие по F1. Значит, тип гомет должен быть точно такой. Значит, этот организм тоже должен быть гомозиготой, но доминантной. То есть это будет А большое, А большое, Б большое, Б большое. Мы записали с вами генотип второго родителя. Итак, это первая часть задачи. Второе. Нам сказано, что потомство F1 скрещивают анализирующим способом, то есть производят анализирующее скрещивание. Вы должны знать, вот такое правило, что анализирующее скрещивание это скрещивание организма с рецессивной гомозиготой. Что такое рецессивная гомозигота? Рецессивная это когда есть только маленькие буквы, А маленькая и Б маленькая, а гомозигота это значит, что А больших и Б больших быть не должно. Соответственно, мы этот организм при анализирующем скрещивании будем скрещивать А маленькая, А маленькая, Б маленькая, Б маленькая. Запишем это. П, родительский значок, скрещиваем с рецессивной гомозиготой. По фенотипу она будет морщинистая, не окрашенная, так, потому что это рецессивные признаки. Какой тип гомет будет давать данный организм? Все четыре типа. Так, то есть может дать тип гомет А большое, Б большое, одну из двух вот этих и одну из двух этих, да, мы можем взять, то есть один из двух аллелий генов. А маленькая может быть и Б большое, может быть А большое и Б маленькая, и может быть А маленькая, Б маленькая. Четыре типа гомет. Какие типы гомет может давать вот данный организм? Опять-таки, только один, мы это видели в предыдущем скрещивании, то есть только А маленькая, Б маленькая. Давайте произведем скрещивание, получаем потомков. Что ж, мы можем перебрать все варианты, то есть у нас получится четыре варианта генотипов. Это вот такой организм, то есть мы запишем его А большая, скрещивается с таким организмом. Получаем А большое, А маленькая, Б большое, Б маленькая. Запишем потом его фенотип. Далее, вот этот, этот агомет, да, она может скреститься с вот этим сперматозоидом. Получим А маленькая, А маленькая, Б большое, Б маленькая. Также фенотип чуть позже запишем. Данный тип может соединиться с вот этим, то есть А большое, А маленькая, Б маленькая, Б маленькая. И последний вариант, который может получиться, это вот эта гомета с этой гометой. Что ж, давайте запишем количество особей и фенотипы, которые мы получили. Итак, у нас есть 3800 растений с гладкими окрашенными семенами. Смотрим, где у нас гладкие окрашенные семена. Гладкие имеют вот этот организм, вот этот генотип, да, и вот этот организм имеет гладкие семена. Но окрашенные имеют только этот организм, то есть гладкие окрашенные, и у нас их с вами 3800. Следующее. Мы получаем 150 с морщинистыми окрашенными. Ищем морщинистые окрашенные. Морщинистые окрашенные. То есть это вот данный организм. Их получается 150. Далее. 4010 с морщинистыми неокрашенными. Морщинистые неокрашенные. Их у нас получается 4010. И последнее. Это гладкие, неокрашенные. 149. Мы это записали. То есть это будет первая часть условия, это вторая. Если вы это напишите без ошибок, то можете заработать 2 балла. 3 балла можно получить, если дать ответ на вопрос «Объясните формирование 4 фенотипических групп в анализирующем скрещивании». По закону Менделя, теоретически, мы бы получили 4 группы фенотипов, соотношение которых бы было 1 к 1 к 1 к 1 к 1. То есть 2,5 тысячи гладких окрашенных, 2,5 морщинистых окрашенных, 2,5 гладких неокрашенных и 2,5 морщинистых неокрашенных. Но мы видим, что это не так. Соотношение другое. Больше всего гладких окрашенных и морщинистых неокрашенных. Таким образом, мы приходим с вами к выводу о том, что А большое и Б большое и А маленькое, Б маленькое, они находятся в одной хромосоме и наследуются сцепленно, то есть вместе. Что это значит, сейчас покажу. Итак, я вытру вот эту тигамету для того, чтобы у нас было место. У нас есть гомологичные хромосомы. Гомологичные хромосомы это те хромосомы парные, которые несут одинаковые гены. Допустим, вот у меня есть гены от отца и от матери, отвечающие за окраску, там, радужки глаза, да, либо за окраску волос. От матери, допустим, получаем темный, от отца светлый, то есть будут две хромосомы, которые несут одинаковый ген, отвечающий за окраску, так? То есть у кукурузы есть два признака, которые кодируются генами. Это форма, гладкие и морщинистые, и цвет окрашенный и неокрашенный. Соответственно, как я сказала уже, вероятнее всего, из-за того, что у нас есть вот такое вот соотношение, гены, которые отвечают за окраску и форму семян, находятся в одной хромосоме. Когда мы скрещиваем чистые линии, то эти гены, вот запишем их рядом, это условно. Вот есть точки, локусы, участки в хромосомах, где есть какие-то конкретные гены, называются локусы, это место в хромосоме. Чистые линии несут только гомозиготу, то есть только гены либо доминантные, либо рецессивные. Допустим, вот есть у нас организм, который несет уже смешанные гены. Как он получился? Мы можем записать его в генотип, это А большое, А маленькое, и Б большое, Б маленькое. Так. Соответственно, теоретически, он дает, как мы уже записывали с вами, четыре типа гомет. А большое, Б большое, А большое, Б маленькое, А маленькое, Б большое, А маленькое, Б маленькое. Но, посмотрите, легче же, чтобы в половую клетку попала только одна из хромосом. То есть, если эта хромосома несет А большое, Б большое, то она и целиком перейдет в орган организм. То есть, гомета чаще всего будет нести либо А большое, Б большое, либо А маленькое, Б маленькое. А почему же у нас получаются тогда другие комбинации? Из-за чего? Да потому, что, когда образуются половые клетки или гометы, а образуются они в результате такого процесса, который называется МЕЙОЗ, то в первом делении МЕЙОЗа в профазе 1 происходят процессы конъюгации и кростинговера. Конъюгация это слепание гомологичных хромосом. Вот эти две хромосомы, несущие одинаковые гены, отвечающие за один признак, они соединяются. А кростинговер это обмен участками. То есть, теоретически, вот эти гены, участки хромосом, могут поменяться. Сюда пойдет маленькая буква, а сюда большая. И поэтому могут получиться гометы А маленькое, Б большое, А большое, Б маленькое. Но такая вероятность меньше, поэтому таких организмов, как мы видим, и меньше. Таким образом, я надеюсь, я разъяснила, почему такое соотношение появляется, а теперь, как нужно записать правильный ответ на данный поставленный вопрос. Записываем так. Если в потомках у организма наблюдается преобладание доминантных и рецессивных признаков в равном соотношении, мы это так и записываем, то это означает, что доминантные и рецессивные гены, отвечающие за данные признаки, наследуются сцепленно. Две другие формы генотипов появляются из-за кроссинговера в результате миоза. Вот если мы записываем две эти фразы о том, что наследуются сцепленно, и о том, что эти формы появляются в результате кроссинговера, мы получаем наши три балла полноценные. Таким образом, мы разобрали с вами комбо-задачу из трех частей. Если разбор понравился данной задачей, то ставьте лайк, а также, если вы хотите еще разборы задач по генетике, то не забудьте тем более поставить лайк и написать об этом в комментариях. Заходите в мою группу ВКонтакте, смотрите уроки по биологии, разборы тестов ЕГЭ по химии, по биологии. А на сегодня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok